здравствуйте эта программа открытый диалог меня зовут николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами о том культурном творческом пространстве наверное в котором мы с вами живем потому что согласитесь что во время пандемии мы с вами находились дома и очень часто пользовались всеми всеми возможными средствами массы информации начинает телевидение заканчивая какими-нибудь аудио видеоработами или сериалами конечно же всевозможные социальные сети потому что человек существо социальное ему хочется существовать в этом культурном мире у нас в гостях владимир пермяков актер театра кино и телевидения драматург и всем известный по образу лёня голубкова здравствуйте владимир вот скажите мне пожалуйста сразу же первый вопрос лёня голубков сегодня мог бы существовать вот предположим там 2020 год и глядя голубков на просторах может быть даже не рекламного какого-то пространства сериального почему нет такого персонажа ну вот если бы мы жили такой вот я думаю в другой стране вот например если бы в америке вот я был так или в италии в испании англии где он там ценит талант 9 ценится популярность у нас сейчас все на кумовстве понимаете никому ничего как с олег палыч табаков мы друг друга снимаем друг друга хвалим друг друга награждаем вот лёня голубкова можно было использовать и сейчас то есть положительных героев действительно сейчас нет а лёня голубков положить он положить и он не курит не пьет он хороший семьянин и можно было бы сделать какой-то вот не рекламный ролик а передача социальную к это там скажем тоже такие ролики по минуты по 2 по 5 зависимости от сюжета социальная такая реклама как правильно же да да как бы правы к например просвещал вот вот мне постоянно звонят аферисты то представляешь то из департамента нет то охранники банка какого-то то еще там то якобы мне там дал должен банку это там 270 евро перевести скажи счет вот то есть чтобы может быть и разоблачал аферистов там ну то есть он а вот какой многогранный персонаж народный его можно везде сделать и умным глупым наивным и он еще такой образ который как бы учится да потому что что на мой взгляд и тогда 90-х года да он совершенствовался и вместе с авторами вот этого вот ролика ролика да он как бы рос рос и мы видели что начиналось это как за мной одежды до окончилась уже другой да и стиль был другой и все-таки вот скажите для вас как для человека творческого вот атмосфера творчества того времени это не только ваша работа да потому что тогда помните огромное количество было и рекламных проектов и телевизионных проявил каждый день что-то новое интересное народ у телевизора пропадал потому что много чего показывали опять же открылся зарубежные видео теле и вообще культурный рынок люди стали ездить туда сюда вот тогда и сейчас разница существует вот и горит что сегодня кумовство а тогда его не было ну тогда было ну тогда она только начиналась а сейчас она вот как сказал олег павлович табаков в шутку мы друг друга снимаем друг друга хвалим друг награждаем вот то есть все на кумовстве сталан вторичен сейчас вот главное вот вот тусовка скажем режиссер достал деньги на фильм собрал васю петю гришу там машу елену вот своих знакомых до своих друзей родственников знакомых вот между своими и тяп-ляп сняли что а вы вот когда такой успешный проект мы даже сейчас не будем говорить что вы рекламировали и как это все завершилось это как бы экономическая и даже где-то криминальная история она вас не касается потому что вы все-таки играли образ определенный но образ был популярный вы были человеком 94 года популярнее ельцина и пугачёвы и вдруг раз и человек этот закончился вот казалось бы начинается карьера и вы наверняка были уверены в том что будет карьера но почему-то ее она не состоялась не пошли дальнейшую признаться я мечтал что ты лене голубков будет день там сидеть в офисе на канарах и давать ценные указания там ивану с ритой что сделать там что построить что разломать может быть это уже устарела не нужно вот но к сожалению вот у нас нет вот этой жирки предпринимательской коммерческое кино у нас нет вот этой какой-то хватки коммерческой чтобы это было и красиво и зрелищно и интересно зрителю как наша реклама тоже мм вот казалось бы 30 секунд а ее смотрели не как рекламу а как короткометражные фильмы вот естественно что в америке я бы там был уже бы миллионером и суперзвездой играл и вы поэтому поехали в америку за поисками миллиардов я поехал чтобы снять и ролик очередной начали от мира это тоже талант бахы таки либо его режиссера вот вот нет этой жилки предприниматель я согласен с вами что этот персонаж можно использовать и дальше и вот как в целях безопасности для особенно для пенсионеров разъяснять но социальную такую рекламу можно и юморить и прикалываться из скетчить делать и все что угодно ну вот 27 августа отмечается день кино день российского кино вы как те которые снимались фильмах бы я в общем-то и ролик этот ролики тоже какой-то степени причисляю к такому ближе к кино искусству вы драматический актер сейчас я так понимаю вы работаете в театрах да я в трех театрах его час четвертом репетирую вот актерский мир вот 27 августа день кино или там 20 какого у нас марта день театра но это не вот вы чувствуете себя на сегодняшний день как человек который существует в этом культурном пространстве вам достаточно того что вы можете показать с помощью себя и вам достаточно тех работ ваших коллег которые вы видите или все-таки наше культурное пространство просела чуть-чуть немножко она не просто просела мне кажется упала вот силу все лучшее в кино у нас показывать сериал вот я иногда смотрю некоторые сериалы они хорошие а фильмов хороших ну мало ну а это один если хороший фильм в сезон там ну два это почему это ну потому что не уверены продюсеры что они это продадут фильм что он оправдает государство тоже не всегда дает если дает то только своим то есть какая-то уходит человеченкой все этого датчула я не интересно смотреть профессиональное вот что-то вот уходит тут все сейчас кумовство вот это кота корысть на первом месте понимаете вот но я говорю же с да ну а хорошо а почему вот все таки ну актеров же огромное количество до кастинги даже проходят когда не только своих хотя бывает так что может пройти кастинг на 200 актеров но давно утвержден свой но надо бы знаете как ну да для галочки для галочки чтобы актеров много театр и театральные институты выпускают актеров и для театра и на кино потом идут всевозможные проекты до идет музыкальные проекты театральные оперные проекты идут вроде бы все поют все танцуют все пытаются показать что мы талантливы в самых разных отраслях а включаешь телевизор приходишь кинотеатр приходишь куда-нибудь концертный зал вокруг одни и те же да одни свои ну тусовка везде в передачах в этих юмористических везде своя тусовка в кино а вы почему не попали в эту тусовку кто вас отрезал ну наверное ревность потому что некоторые вот вот они все вот на слова такие рубаха парня в жизни совсем другие люди один помню актер меня на кастинге отозвал в сторону говорит владимир вы гениально сыграли они губкова и пошли идти все куда подальше а я зашел там начали некоторые прикалываться там хихи ха ха там лёня голубков вот нет у нас мы так в это наш менталитет мы так воспитаны не уважать талант не ценить вот кося ракен правильно говорит у нас любят покойников чтобы тебя признали нужно умереть вот того же высовского при жизни гнобили сейчас он великий гениальный народный там певец вот и я где-то себя вот сейчас ощущаю таким же владимир высоцкий ну я имею в виду не в творческом плане а в положении которое занимал вот высоцкий на птичьих правах как бы был то есть грубо говоря до того как он умер да я понимаю что когда вы можете прийти на какой-то серьезный проект вас видят о лёня голубкова и так далее и тому подобное делать все возможно чтобы вас не взять ну да вот обижают ну не то что обижают ну какая-то ревность многие не могут не просить эту популярность кто-то влетел на акциях ммм потому что даже режиссеры думали что это мужик из народа представляете актеры который казалось бы уже на мякине не проведешь режиссер там но и те думали что это мужик из народа лёня голубков они актер пельмяков вот и они видно мне не могут это затаили обиду не могут просто а вы не жалеете что вот жизнь с одной стороны вы к этому шли да у вас была такая долгая история пока вы добрались до москвы всевозможные роли и даже успели в кино поиграть и тут возникает всенародная популярность и вы становитесь своеобразным рабом одной роли вы не снизила этому поводу я ни о чем не жалеет а это моя судьба если бы я не сыграл лёня голубкова то так бы был эпизод ником небольшим не бы кстати на кастинге на одном мне один ассистент по актерам сказал что вы неизвестный актер вам нельзя играть большие роли потом я сыграл лёня голубкова стал известным популярным они мне стали горит владимир вы слишком известны вы слишком раскрученный вы слишком популярны вы слишком узнаваемый то есть это оказалось еще хуже то есть в голливуде там везде в италии во франции в ангеле там везде снимает популярным а у нас горит ты слишком популярны ты слишком узнаваемый ну а может быть еще то что вы все-таки много работали вы посещали студию выучились то есть вы внимательно изучали сами как говорится пытались прийти в один театр в другой театр то есть вы работали а талантливых то не очень любят которые много чего знают да 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 расскажите вот чему вы научились за время вашей учебы что вы прошли ну что вот раньше когда я первые шаги делал я старался чтоб все было как в жизни вот так искренно и вот и роль лени голубкова ну уже лени голубкова я уже стал на но на другой этап вышел понял что кино это не только воспитательное несет характер это это как бы есть храм церковь а театр это как бы филиал храм то есть люди дают возможность взглянуть взглянуть на себя со стороны посмотреть учиться на чужих ошибках не только на своих то есть я уже стал бы импровизировать есть возможность проразировать то есть что это кино это и зрелище немножко и развлечений театр и кино то есть зрелище должно быть вот вот это уже это я переборол себе и при первой возможности я стал импровизировать где можно импровизировать вот где-то неуместно то там не надо это будет глупо выглядеть вот вот но вот некоторые говорят о если б меня там столько показывали да то я буду я бы тоже был такой суперзвездой я грида никем бы ты не был ты бы там рожицы строить там дурачка там народного изображать мужика и ты бы надоел в первом же ролике там куплюжные сапоги всем это так думаешь что я бы я бы я жил все органично должно быть и импровизация дублей было кстати но обычно два-три дубля вот со мной снимают немного да да но бывает иногда режиссер импровизирует или пробует или я предлагаю давай вот так раз разные разные да потом при монтаже там выберите какой вариант лучше ну хорошо давайте сейчас делал небольшую паузу а потом поговорим с вами о том как народ на все это реагирует сейчас мы посмотрели с вашей стороны посмотрим как народ владимир пермяков актер театра и кино программа открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог владимир пермяков актер театра и кино говорим о но если хотите культурные составляющие и немножко театре и а кино вот с позиции человека который всем нам известен как лёня голубков из рекламы 90-х годов когда действительно всем хотелось быстрых легких денег и потому что ситуация была мол кто из молодых ты не помнит долго объяснять но тем не менее продолжались всевозможные проекты начинались новые проекты на мой взгляд очень много интересного происходило сегодня это как-то на мой опять же взгляд немножко закостенело но тем не менее я знаю что вас периодически приглашают на всевозможные мероприятия вот как вы считаете почему у людей есть запрос на то чтобы встретиться с вами и как они себя ведут как они воспринимают вас сегодня того звездного человека из 90-х годов ну как я уже говорил они мне считают своим человеком из народа то есть не актером пермяковым а именно к скала . млени голубковым хлопают по плечу все и на корпоратива когда я прихожу вот встречая гостей они у лёня давай сфотографируемся фотографируемся они мама мама смотри я с лёгой голубком самим лёгой голубком маме там папе там но представить себе сегодня ситуацию что реклама может до такой степени коснуться каждого мы же прекрасно понимаем что многие из тех людей которые смотрели в том числе и хочешь не хочешь смотришь потому что реклама тогда ее было очень много она врезалась прямо во всю нашу жизнь и тогда еще кроме то интернета же не было закрыть телевизор ничего не посмотришь вот и я помню прекрасно что были даже люди которые пользовались вашей рекламы то есть вы их так сказать убедили в этом то есть достигли авторы с или например я как человек который просто смотрел это как некий культурный срез вот это же парадоксально что вы оказались своим и для пролетариата и для буржуа почему ну как я уже сказал что вот они его воспринимали как настоящего мужика экскаваторщика что этот чек из народа но с другой стороны вот советском союзе была масса фильмов помните которые даже была позиция либо рабочий либо ученый либо космический какой-то деятель да и вот они делают какое-то благо для страны до были тогда помните сериалы еще вообще показывающие всю жизнь страны типа вечного зова и так далее а может быть сегодня вся проблема в том что кино снимается так что не окупает себя наши я имею что в театры народ но даже вот при условии пандемии сейчас я не уверен что они придут все и хотя бы через полтора метра займут все потому что есть свободные места может быть нехватка реальных героев не только лёня голубкова но и успешного ученого какого-то успешно то есть не верят люди в то что показывают правда да да ну как-то мне кажется не соответствует то есть вот на той ноте на как будто на которой мы снимали раньше до перестройки да они вписывались во время требования того зрителя сейчас они не вписываются и и от метры уже как бы ничего не могут такого снять как чтобы интересно было современному зрителю и вот и а потом еще и молодые они учатся вот что-то кто-то нащупает что-то но не все получается вот и при том они не уверены и главное вот мне кажется все же для многих это кормушка они они не умеют зарабатывают деньги они не понимают что ведь даже опять же возвращаясь вот я помню два основных для меня ролика это конечно же сапоги и это конечно же ваш брат который кстати появился гораздо позже чем дару основные но почему потому что все то что было в этих роликах тогда люди говорили у себя дома что надо купить не актуальны бы до актуал учим зарплату а еще помните девяностые годы чем отличались что иногда не денежкой давали товара товаром давай давай до 10 сапогов 10 пар да 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 то есть товаром будем оплачивать я помню что даже видео двойками оплачивали то есть что человек потом с ними будет кастрюлями зарплату да да там еще кашей и вашу лет и бумага и такое ощущение что ваш герой это либо у меня дома либо это сосед он приходит и говорит давай что-то делать потому что надо и люди кстати тогда кооперировались до пытались чего-то а сегодня когда нам показывают герою это либо боевики то есть я должен либо в роли удачного полицейского себя используя либо в роли удачного это бандита тогда жизнь то есть нет вот этого героя может быть в этом была залог вашего успеха если действительно этот образ тогда использовать как вот простой человек из народа более вот вы сами вышли из народа из народа вышли мы все из народа братья страны песни из народа почему где тогда что нужно поменять почему режиссеры просто идут на поводу у ну вот понимаете надо проникнуть в жизнь народа эти в эти нужды вот вот эти вот тот же коронавирус и люди так с хлеба на воду перебивались а тут бах все как отрубили вот ну вот чтобы они были правдивые более правдивые не просто там боевики и стреляют убивая там драки вот то есть это в голливуде это уже как будто поднадоело я думаю и нас уже тоже это но зато у нас есть шоу например где показывают что вот она меня бросила я ее значит дал ей по голове и пять дней они на федеральных каналах обсуждают эту историю а это и зрителям это нравится удах рейтинг но это скандальные это это все это как бы это скандалчики скандальчики это все временно сегодня нравится через вот два-три надо есть грубо говоря сегодня голубков он же владимир пермяков гость наш сегодняшний программы чем придумывает скандально а вы чек творческий сможете придумать вот найдем вам его пару каких-нибудь детей внебрачных зовем вас на какой-нибудь канал не будем называть их и пять дней вам обеспечена популярности но хочется ли вам в этом участвует ну честно говоря мне помойки вот вот так эти надоели это помойка ну да вот ну не хочется грамм почему тогда люди не хотят обсуждать какую-то успешность потому что между вот этой как мы с говорим помойка и успешностью с точки зрения бриллиантов и миллиардов вот серединка это да обычный нормальный человек который хорошо работает которого есть семья дети которые зарабатывают вот этой вот средней части нет да смотрите николай людям всем нам хочется сказок чудес или сенсации каких-то необычных то есть обыденная жизнь он там где-то работает там столяром слесарем лишь шофером крутит весь день баранку все одно и то же ему хочет чего-то нового что-то сказочного раньше эти чернушка была в моде сейчас ему зрителю хочется уже чистого светлого вот так наелся этой чернухи ему хочется чистого светлого возвышенного его опять мордой в грязь в грязь кстати вот по поводу моего персонажа опять же режиссер александр гауберг мне сказал как бы такое обобщение сделал то истории по поводу этой роли горит володя ты перерос рамки телезвезды ты уже стал как былинный герой как иванушка там как имели там василиса прекрасная ник николай там никита добрыныч но такой былинный герой уже вот то есть и повторяю в действительно его можно использовать и сейчас в том же коронавирусе вот ну в социальных роликах туда сейчас тем более скоро будем вакцину делать или голубков будет предлагать вакцину делать проект ну да хорошо давайте мы ближе к завершению все-таки наверняка нашим зрителям интересно чем вы живете сегодня вот мы узнали что вы работаете в дуэте привет из 90 если у вас какие-то театральная работа где вас можно увидеть есть я в театре курьер играю роли премьер-министра там у короля вот а из каких-нибудь совершенно невероятных ролей которые мы например не ассоциируем с лене голубковым данном случае кому вам хотелось бы сыграть но пока так а ну вот игровые где можно импровизировать на мимике на пластике но я всегда сыграл в первую очередь роли хлистакова там бальзаминова так артюфа да вот вот такие игровые и кстати от роли хлистакова его все делают таким аферистом а я бы хотел бы еще сделать и романтиком он ведь мечтает когда ли там утром встаю там шиши 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 там в коридоре был там кареты кареты 70 тысяч карет он себя представляет вот как бы что он он так поднялся так высоко он чиновник низкого сословия но мечтает на вершину подняться сам мечтает но ничего не делает а если бы попробовал может быть бы получилось и тогда бы это был другой хлистаков правда ну может быть да 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 ну хорошо а вот кино почему вот сегодня как посчитайте какой бы хороший бы фильм был бы необходим стране но отправишься вы сказали что от герои современную как реклама с леней голубкова в 90-х был вот только вот такие фильмы чтобы обходить все эти там налоги там же сейчас везде эти бандиты или аферисты чтобы все это вот так умел обходить сделать такое кино которым например некий персонаж лёня голубков 2 апгрейд как сейчас говорят да пытается вот с помощью такой правильный человек который пытается бы то есть даже не полицейский вот такой человек из народа который пытается помочь людям обойти все эти проблемы вот эти при купоны хорошо а за границей не было предложение из-за границы было было да когда еще играл лёня голубкова с германии мне позвонили кто-то продюсер нара приглашал меня прийти встретиться и не успели бы договорить и бах связь оборвалась вот резко оборвалась я нам на мосфере был спросил где тут немецкая группа и и никто мне не сказал и так это ушло они думали на что-то я положил трубку ну так бывает видите ну сейчас сказать другое время сейчас можно было бы связаться как угодно вот я имею ввиду с помощью мы не переживайте все еще будет мы же с вами идем я надеюсь это вот все идет подготовка как я уже сказал какой-то моей судьбоносной роли вот и лёня голубков хотя это сейчас моя визитная карточка ну но я считаю что лучше у меня все же все же впереди лучше конечно впереди считает владимир пермяков актер театра и кино драматург который написал пьесу человек который работает в театрах во многих иногда даже уже роли хорошем смысле слова забываться это хорошо что вы работаете да потому что уже мы не играли несколько месяцев но ждем будем надеяться на то что коронавирус все-таки когда-то рано или поздно он не уйдет но начнет с нами сотрудничать да и приглашайте всех наших зрителей к себе в театр мы желаем вам всего самого доброго спасибо друзья да а кстати больше всего я сейчас мечтаю чтобы поставить мою пьесу потому что эта пьеса ну и судьбоносная автобиографическая и она какой-то позитив положительный несет от нее идет просто исходит сумасшедшая энергетика пьесы ну давайте дождемся все к всему свое время владимир пермяков актер театра и кино и телевидения николай пивненко программа открытый диалог до свидания а